Собчак живьём. Вашего интервью, где вы достаточно нелестно высказываетесь о некоторой такой оппозиционной активности, хотелось бы узнать, что это за интервью, давали ли вы его Первому каналу и что вообще произошло? Интервью я давал Первому каналу и не дал ничего. И надо отдать должное ОРТ, они ко мне и не обращались. Не звонили, не просили никаких комментариев. И я сначала даже не понял, когда мне сказали, что ты зачем это сделал, зачем ты это сказал на ОРТ, я сказал, что ничего не говорил. Я просто не понимал, думаю, вы с кем-то перепутали. Или когда мне сказали, мне по телефону почитали этот текст, который был смонтирован и показан на ОРТ, я сначала испугался, что возможно где-нибудь какой-нибудь весёлый подвыпивший компанией я мог что-нибудь такое сказать, а кто-то взял и записал на телефон. Я так и подумал, правда. И потом, господи, мама увидит меня пьяным, да ещё вот такое говорю. И только потом, когда я посмотрел в интернете сам материал, я увидел, что да, там, и не сразу даже вспомнил, где было это интервью. На самом деле, это за неделю до показа вот этих вот кусочков, сказанных по Первому каналу, причём в вечерней программе, в воскресной, я давал интервью в городе Екатеринбурге, когда приехал туда показывать два спектакля «Прощание с бумагой». В общем, нежнейший спектакль в бумаге. И организатор гастролей, я вообще мало даю интервью в последнее время, почти не даю, уж тем более на какие-то общественно-политические темы. Меня интересует сейчас другое. Организатор гастролей попросил меня дать интервью местному, небольшому уральскому порталу, интернету, ну, интернету порталу. Были согласованы вопросы, которые были о театре, о культуре и так далее. Но, разумеется, журналистка меня подводила к вот этим вот вопросам. Я спросила, задала вопрос про Удальцова, какие-то революционные традиции, что, дескать, его бабушка лежит в Кремлевской стене, а он совсем наоборот возле Кремлевской стены. Я помню, что вы даже в тот момент искренне сделали вид, или на самом деле это было так, что вы не знали, кто это. Я сказал, а кто это? Да, я их не очень отличаю. Сейчас-то я вот уже после того, как это случилось, конечно, посмотрел. Да, и сейчас могу повторить, что для меня вот этот человек фрик, то он в черных очках, то нет. Он такой лихой парень. Но до интервью вы, правда, не знали, кто это? Я путал его с другим персонажем, Навальным. Они, конечно, очень разные, но я их не очень отличал одного от другого, правда. Вот для меня, для меня это какие-то, да, это Минцов, или же еще, прости, как лишили... Гудков. 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 Вот для меня там тоже была какая-то забавная история с Гудковым, что он, вот вроде бы, такой вот весь оппозиционер, а смотришь на него, а портрет, как будто вот у нас в школе висели портреты членов политбюро. Ну, видишь, он там занял бы почетное место. Ну, он такой вот человек, но я не верю, я очень слабо в этом разбираюсь. Но я сейчас повторю по поводу, там был Дальцов, что это такой вот очень энергичный, неумный человек, в своих повадках фрик, мелкий, небольшой для того, чтобы быть лидером некой оппозиции, и уж тем более быть человеком, с которым как-то соотносят свои мнения те люди, которых можно назвать либеральной интеллигенцией. Человек может иметь очень оппозиционные взгляды, но не разбираться, ему нужно с чем-то соотнестись. Как человеку может быть потребность прийти к церкви или же прийти к психотерапевту. Человек идет в церковь и встречается с батюшкой, а батюшка дурак, неумный человек. Да, он с бородой, он с крестом, но он неумный. Или же наоборот, какой-нибудь зажравшийся, лощеный весь. Или какой-нибудь психотерапевт, он неглупый человек, но которому нужна поддержка. И встречает шарлатана, и неумного человека. Он не будет соотносить себя с ним, он никогда не попросит помощи, и уж тем более не захочет выцерковиться, когда повстречается с таким представителем церкви. То есть в этом смысле можно сказать, что удальцов, по вашему мнению, такой шарлатан от оппозиции? Ну, такой страшноватый клоун от оппозиции, скорее. Такой клоун, которого побаиваются зрители. Понимаете, вот такой. Но вы так его за внешний вид или за его поступки? Ну, я сейчас посмотрел, вот сейчас там какие-то его высказывания, там, его что-то, ну, я посмотрел, да. У меня нет никаких шансов, у меня нет ничего, с чем я был бы согласен, мог бы, скажем, даже хотя бы согласиться с тем, как он это формулирует. Ну, такой, ну, такой очень активный, неумный юноша, очень энергичный. Но вот вы сказали, что у людей оппозиционных взглядов может быть какая-то потребность, которую вот невозможно, на ваш взгляд, нормально реализовывать, потому что вот такие лидеры. Ну, я могу сказать, я следил внимательно, когда я особенно, ну, у меня нет другой возможности, я не пользуюсь интернетом практически, я могу смотреть телевизор. И когда были вот первые вот эти пары чудесные на Болотной, и когда об этом говорил, что там раздали деньги, и лучше бы они там привязали себе презервативы вместо белых ленточек, я просто смотрел, можно было даже выключить звук. И все, что было сказано, было опровергено просто теми лицами, которые там находились, вот на Болотной, те, которые не были на трибуне. А на трибуне, между тем, была Улицкая, для которой, разумеется, этот поступок был невероятно искренним. Невероятно искренним. И я знаю, что если бы мне тогда позвонили, но я был тогда не в Москве. Но если бы я был в Москве, я был бы там. Точно знаю, что не на трибуне. То есть, если бы на тот митинг в декабре вас попросили... А если бы вас попросили выступить, вы бы выступили, как Улицкая? Нет, нет, мне не было, мне нечего было сказать. Почему? Вот нечего. Ну, я не знал, что говорить. Улицкая не позвали, Улицкая позвала сама. И, значит, она об этом долго думала и готовилась. То есть, если человек выходит на трибуну, значит, тут нужно долго готовиться. А я не был готов. Говорить нужно всегда весьма подготовленно и сознательно. Но я был бы там обязательно. То есть, это значит, что вы, по сути дела, человек оппозиционных взглядов? Ну, если брать то, что я не верю в те цифры выборов, которые были приведены, я в них не верю. И, мало того, я убежден, что они фальсифицированы. А если по целому ряду вопросов идти, да, я не согласен с тем, что происходит. Ну, я так скажу, я могу повторить то, что я говорил в том интервью, с которым выделывали вот эти слова. У меня сейчас, я не потрачу времени, усилий душевных, на то, чтобы критиковать власть Путина и же с ним. Мне про это все ясно. Я даже не вижу смысла как-то говорить и продолжать. Ясно, что? Вот что ясно в нескольких словах? Вы очень обычно ярко и интересно формулируете. Вот тут мне сложилось, сложилось. Ясно, что эта власть не цивилизована. Она не цивилизована, приведена к власти. Это не соответствует 21 веку и моему представлению о том, как должно жить демократическое государство. И, как минимум, уже берем государство, та общность людей, которую мы называем русский народ, у которых в истории есть Толстой, Достоевский, Бунин, Чехов и так далее. И я категорически не хочу жить вот по таким повелам. Но мне это все ясно. У меня это все ясно. И у меня есть претензии к самому себе и к моим современникам. По поводу того, что мы это допустили. Мы позволили себе стать апатичными, равнодушными и потерять надежду. Я буквально повторяю то интервью, из которого вы... Да, да, я его прекрасно помню. Я вот как раз в этих словах нашла, простите, что вас перебиваю, некое противоречие. Потому что, с одной стороны, вы говорите, что у вас претензия к себе и к современникам за некую апатию, за пассивность, за то, что мы все это допустили. И я с вами здесь согласна. Но, с другой стороны, вы говорили, в частности, в том интервью о том, что, ну, вот теперь уже надо принять. Вот уже такие были итоги выборов. То есть, может быть, никогда же не поздно все-таки собраться с духом, выступить и найти людей, за которыми пойти. А если нет таких людей, так самому стать таким человеком. И поднять это общественное мнение. И сказать, наконец-таки, хватит это терпеть. Пусть своими словами и пусть другими лозунгами. Творечие есть. Но лозунгов выдвигать я не буду. Я могу встать под лозунги, согласиться. Я могу принять участие в формировании какого-то высказывания. Опять же, тогда, когда я пойму, что нужен именно я в этой ситуации. Ну как, вот вы сейчас очень нужны. Я вот могу сказать, что сейчас смотрит наш телезритель на вас. И кого он видит? Он видит умного, интеллигентного человека, писателя, Евгения Гришковца, чьи спектакли он хорошо знает и любит. И этот человек говорит о том, что мы все пассивны, мы все виноваты в том, что произошло, того, кого мы допустили до власти. Что теперь сделать? И у этого же человека тоже опускаются руки. Да. А я делаю при этом спектакли и пишу книжки, новый спектакль, в котором все равно занимаюсь тем, что жить, хоть и непонятно, но и сложно, но надо. И что быть свободным, это прекрасно. А как быть свободным в несвободной стране? Как это возможно? Вот так. Вот как. Я не ощущаю себя несвободным. Я ощущаю себя обманутым. Я ощущаю, что те люди, которые делают ту самую программу или пишут те самые газеты, они на меня плюют. Они меня презирают. Когда они так нагло фальсифицируют выборы, они меня не считают за человека. Но я-то себя человеком считаю. И я полагаю, что я делаю нужное многим людям дело. Но что свобода духа и свобода мысли, она может быть выражена искусством. Я занимаюсь искусством. Я по-другому не умею говорить. И я понимаю, что занятие политикой – это огромная ответственность. Что-то предложить у меня нечего предложить. Я считаю себя, я знаю, что я человек довольно запутавшийся. Я уверен и точен только в произведениях искусства, которые я делаю. Вот сейчас мы с вами говорим, а я мучительно подыскиваю формулировку и понимаю, что мне не удается выразить то, что я хотел бы сказать. И даже не очень понимаю, что я хочу сказать. Я хотел сказать точно, я почему пришел именно к вам, как выясняется, как представитель оппозиции. Что я страшно огорчен во всей этой ситуации с ОРТ, что меня использовали, причем использовали конкретно против тех людей, которые меня любят и мне доверяют. В той самой идеологической войне, в которой, а, не участвовал, б, никогда бы так не поступил, как это было предоставлено. Потому что выглядело, я же понимаю, как это выглядело. Вот человек включает телевизор, там выступает Эдуард Лимонов, выступает Мавроди. И ясно, что тут пошли вот эти выборы, про которых я даже не знал, про координационный совет. И после вот этих выборов, по горячим следам, как бы позвонили Гришковцу, и он тут ни с того ни с сего, вот так понимает, что дает интервью Первому каналу, вот такое брякнул. Я думаю, господи, если бы я вот увидел вот этого, я подумал, что же это такое с человеком стряслось-то? Как написали в интернете, расчехлили Гришковца. А что это означает? Ну, это когда нового человека берут и расчехляют, это кашинское выражение, то есть, ну, заставляют его говорить вот какие-то такие провластные вещи. И это, конечно, ну, это все равно как. Вот поговорили тогда мы на маленьком портале в Екатеринбурге, и вот это, это все равно, что, знаете, пострелять в пейнтбол, поиграть с друзьями, или тут тебе дают настоящее огнестрельное оружие с разрывными полями, давай, вон там. Ну, то есть, вы считаете, что существует разница, что для каких СМИ говорить? То, что вы можете сказать для Екатеринбургского СМИ, вы не можете сказать для Первого канала. Ну, например, давал бы я интервью новой газете, да, а из него выдернули бы какие-то слова и опубликовали его на УРТ. Да, это были бы разные вещи. Я то же самое про этого Удальцова бы сказал и в новой газете, но это разные аудитории, адресаты и, самое главное, другая ответственность. Я Первому каналу вообще бы ничего не сказал по этому поводу, просто вообще ничего. И я, конечно, не ожидал этого от Первого канала. У меня такое, все-таки, провинциальное, наивное отношение к этому большому каналу, что он, по крайней мере, аккуратный, такой государственный, несутный, который не пользуется запрещенными приемами. И уж не пользуется никак приемами желтой прессы. Это совсем... Вы, правда, наивный человек, раз вы так думаете. Я не интересую Первый канал. Я не являюсь... Иногда, раз в три года, я выпускаю какой-то спектакль и про меня, может быть, по Первому каналу что-то скажут. На самом деле, в этот раз, когда у меня выходила премьера, не было сказано. Это было сказано по каналу Культура, еще и по НТВ, по-моему, все. И в нескольких газетах. Я слишком маленький для того, чтобы интересовать УРТ. Но здесь, но использовать, оказывается, именно против тех людей, которые мне доверяют, вот это было, конечно, вот это да. Я, конечно, вот сел потрясенный. Как вот может, оказывается, быть-то вот. И мне это, конечно, хороший урок. А вы получили очень много каких-то негативных откликов, да? Да, даже от тех людей, которые я знаю на виде СМС-сообщения. Мне же много знакомилось по разным городам. То есть на вас сразу обрушилась волна какого-то негатива? Ну, от приятеля СМС-ка такая. Ты что, Жека, с дуба рухнул? Или там еще что-то в этом? А я не понимаю, о чем идет речь. Ну, это же волна такая идет от Владивостока. И пошло-поехало. И вот такого рода. Или там подлечи голову, дружище. Это мои друзья. То есть прямо друзья так стали писать. Ну, а как это понять еще из первого канала? По-другому никак не понять. А вы собираетесь как-то подавать в суд или жаловаться на то, что ваши фразы использовали, выдернулись к отец? Нет, я не стану этого делать, потому что я понимаю, что я не справлюсь, у меня не получится. Это будет все равно повернуто против меня. От этого всегда пострадают еще мои близкие, родные. Например, мои родители пришли в университет преподавать вчера. А на них студенты смотрят с недоумением. Мои родители, ну, уже взрослые люди, можно сказать, пожилые. А тут студенты. И вот это вот и как. А еще моя дочь одиннадцатиклассница. Там родители обсудят, что там вот это выступление папы, их одноклассницы. И принесут это в класс.